Выживай Стая замкнутых в себе птиц И, наверное, к солнцу летит, не догадывается даже Солнце просто желтый сигнал светофора Говорящий о том, что тебе светит только ждать Когда же начнешь ты жить, поднимешься За синих прожилок прядь, поднимешься Чтоб сердцу не дать остыть Тебе нужно кем-то стать и выбрать одну из стай И не говорить прощай Не говорить прощай Мой одинокий день Для тебя вопрос Не измеряй мой пульс На краю завтра мной Мой одинокий день Я весь пообещал Не говорить прощай Не говори Вот меня хватает пара морщинистых грубых ручонок Нет на свете таких ученых Объяснить, отчего они так мне близки На столе от страха трясутся листы Руки тянут меня из будней Угольно-черных на короткий отрезок пути Тот, который она мне отмерила С головой тяжелой, но когда-то вскормившей меня груди Объяснять ей, что умирает молодость Как уродливая Афелия А потом говорить прости Потом говорить прости Потом говорить прости Потом говорить прости Но не говорить прощай Мой одинокий день На тебя попусь Не измеряй мой пульс На краю завтра Мой одинокий день Я весь помещал Не говорись прощай Не говорись Не говорись Не говорись Не говорись Не говорись Субтитры создавал DimaTorzok 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 И все, что ты видишь совсем На следующий день стою и все приятно мажет Солнце улыбается, руками машет Но, милая, ты все сможешь Только верь в себя, любовь и счастье, твои друзья На следующий день стоишь в пятки на пол Как все много ела, хочу просто плакать Внутри пустота и потерялся смысл Может лечь обратно и уснуть на месяц Плохо, хорошо, не то плохо, то хорошо Нету роскоши дороже, чем стабильность Гармония внутри, есть новая токсичность Как найти баланс уже не понимаю Выкаю на чувствах, но не подлетаю Плохо, хорошо, не то плохо, то хорошо Плохо, хорошо, не то плохо, то хорошо Плохо, хорошо, не то плохо, то хорошо 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 Плохо, плохо, то хорошо Плохо, плохо, то хорошо Плохо, плохо, то хорошо Плохо, хорошо Плохо, плохо, то хорошо Хорошо И даже если в жизни мрак Даже если все не так Обгоняй, убегай Беги, беги От этих мыслей все ломайся Не позволяй Разрушить числа месяц Май А я не могу забыть Не могу забыть Не могу забыть Так убегай Беги, беги От этих мыслей все ломай Не позволяй Разрушить числа месяц май А я не могу забыть Не могу забыть Не могу забыть Это твой рай В этом городе страх И ты укутался в простыню белого мрака И не знаю их нрав Все твердят, что нужно Нужно, нужно, нужно Да что вам нужно, не пойму Люди себя ищут, не найдут Объяснить, что к чему и почему Сюда иду Так убегай Беги, беги От этих мыслей все ломай Не позволяй Разрушить числа месяц май А я не могу забыть Не могу забыть Не могу забыть Не могу забыть Это твой рай И ты снова сидишь в этой комнате Песни плохие на проводе Надо о чем-то подумать Чтобы не думать О чем тебе думать И рабе Промолчав Вместо диалога Вдох тревога Вдох тревога Вдох тревога Вдох тревога Так убегай Беги, беги От этих мыслей все ломай Не позволяй Не позволяй Разрушить числу месяц май А я не могу забыть Не могу забыть Не могу забыть Не могу забыть Это твой рай Убегай Новый май Месяц май Один Детали Юль Один Возволю разрушить И все смогу забыть Я не хочу больше никогда Видеть суть, видеть когда Сотни рук Их нам не вернуть Но их нам не вернуть Мало тех, кому донжать Мало тех, кто может спать спокойно Конь Конь Мало правды в голосах Что кричат лишь только за спиной Ной Ной Я Не хочу Больше никогда Видеть суть Видеть когда Сотни рук Их нам не вернуть Но их нам не вернуть Как сохранить себя Если я не помню Каким я был Разделена черта На вкусы Мы Вопросы Что нас ожидают После Береги Береги Больше Больше Их нам не вернуть Но их нам не вернуть Я не верю 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Море крови, море ты Субтитры сделал DimaTorzok У тебя такие красивые слова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Среди зелёных гор Столица Дагестана Меня зовёт прибой Омоет мои раны Слева горы, справа бри Ожоги в области сердца Тревога, мне некуда деться Спаси меня, спаси меня Ожоги в области сердца Тревога, мне некуда деться Мне некуда деться А на Кавказе дождь Ты от него цветёшь А у меня тоска Такая серая Москва Такая тусклая, такая грустная Москва Ожоги в области сердца Тревога, мне некуда деться Спаси меня, спаси меня Ожоги в области сердца Тревога, мне некуда деться Мне некуда деться Мне некуда деться Мне некуда деться Ожоги в области сердца Тревога, мне некуда деться Спаси меня, спаси меня Ожоги в области сердца Тревога, мне некуда деться Мне некуда деться, некуда деться На море у камней Ты тихо отдыхаешь И мне становится теплей И ты все про меня знаешь От ожога в области сердца До тревоги, что мне некуда деться Спаси меня, спаси меня От ожога в области сердца От тревоги, ведь мне некуда деться Мне некуда деться, мне некуда деться Мне некуда деться Ожоги в области сердца тревог Мне куда деться? Спроси меня Спроси меня Ожоги в области сердца тревог К мне куда деться? Спроси меня Спроси меня От висить родные края Винсент Ван Гог Одно из писем к брату Тео Иногда мне кажется, что я недостаточно тепло и сердечно Дал тебе понять, как сильно меня трогает то, о чем ты сообщаешь мне в последнее время Что же касается того, могут ли любовь и честные намерения превратиться в утраченные иллюзии То вне всякого сомнения иногда бывает и так Но меня бы очень удивило, если бы это случилось и с тобой Не вери, а также, что и со мной произойдет нечто подобное Мишле весьма удачно замечает, что любовь сначала так же не прочна, как паутина А потом приобретает крепость каната Разумеется, при условии взаимной верности Искреннюю и верную любовь я считаю великим благом Хотя это не исключает того, что и в любви приходится порой переживать трудные минуты Как мне хочется поболтать с тобой Я вовсе не разочаровался в своем ремесле Я не апатичен, не пал духом, но я пребываю в застое Вероятно, потому что мне необходимо общаться с кем-то, кто симпатизирует мне И с кем я могу поговорить о работе А здесь мне при данных обстоятельствах не с кем перемолвиться словом И у меня нет никого, кому я мог бы довериться Дело отнюдь не в том, что я считаю, будто доверять никому нельзя А в том, что к несчастью у меня нет связи с людьми, достойными доверия Мне очень нравится поговорка Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет По временам я спрашиваю себя Не стало ли нам действительно хуже некуда Потому что мне очень уж желательно, чтобы все наконец пошло на лад Ну да поживем, увидим Иногда я сожалею, что женщина, с которой я живу, ничего не понимает ни в книгах, ни в искусстве Но разве моя привязанность к ней, несмотря на все ее невежество Не доказывает, что между нами существуют искренние чувства Быть может, впоследствии она кое-чего научится И это укрепит связь между нами Но сейчас, как ты сам понимаешь, голова ее всецело занята детьми Именно через детей она приходит в соприкосновении с действительностью А значит, учится, сама того не подозревая Книги, искусство и действительность для меня одно и то же Мне было бы скучно в обществе человека, оторванного от действительности Ибо тот, кто находится в гуще жизни, знает и чувствует многое Если бы я не искал искусства в действительности, я, вероятно, считал бы эту женщину глупой Или чем-то вроде того Я и теперь хотел бы, чтобы все было по-другому Но в конечном счете доволен тем, что есть Надеюсь, что на этой неделе опять начну работать более регулярно Я чувствую, что должен работать за двоих, чтобы нагнать упущенное Я ведь начал слишком поздно, и сознание того, что я отстал от сверстников, не дает мне покоя И хотя я только вчера писал тебе, мне хочется добавить сегодня еще несколько слов Чтобы прежде всего поблагодарить тебя за письмо и деньги В то же время я пишу и потому, что меня беспокоит некоторая подавленность твоей больной Мы с тобой не только братья, но и друзья, и можем быть откровенны друг с другом, верно? Если же высказывая тебе то, что я думаю, я поступаю нескромно, прости мне мою нескромность Дорогой брат, я не мелю пустой вздор, а говоря от всей души и на основании собственного опыта Вот что я могу рассказать тебе об аналогичном случае со мной Когда Христина разрешилась от беременности и трудные роды кончились, она была ужасно слаба Но в тот момент в жизни ее была спасена, а ребенок жив и спокоен Через 12 часов после того, как она родила, я пришел навестить ее и застал совершенно истощенный Увидев меня, она приподнялась на постели и стала такой веселой и оживленной, словно с ней ничего не произошло Глаза ее свестились радостью жизни и благодарностью, она хотела выздороветь и обещала мне выздороветь Как доказывает твое последнее письмо, ты сам убедился, что необходимо настаивать на таком обещании И как необходимо желание выздороветь Но несколько дней спустя я получил от нее записку, которую не совсем понял и которая обманула мои ожидания Там было написано нечто вроде того, что теперь я, вероятно, нашел другую женщину и так далее Короче говоря, вещи очень странные и даже вздорные Тогда как сам я все еще не совсем поправился и лишь недавно вышел из больницы Во всяком случае, я достаточно ясно уразумел, что Христина не в себе и очень расстроена Я отправился к ней сразу же, вернее, как только смог В будние дни посещать ее не разрешалось, так что я попал к ней лишь в воскресенье Я нашел ее как бы увядшей, буквально похожей на деревце с молодыми зелеными побегами На которое налетел жестокий холодный ветер, побивший на нем все почки До вершения всего ребенок тоже заболел и словно весь съежился По словам доктора, малыш страдал желтухой, но помимо нее у него случилось еще что-то с глазами и он вроде как ослеп А мать, у которой не было желтухи, выглядела желтой, серой И уж не знаю, какой еще Словом, все это произошло за одну неделю И я могу лишь повторить Она увяло, поблекла настолько, что я был потрясен Что с ней? Как это случилось? Что предпринять? Она сама призналась мне, что на душе у нее неспокойно Было ясно, что всем ее существом овладела меланхолия, хотя совершенно беспричинная Поскольку с прошлого воскресенья ровным счетом ничего не произошло Тут я решил, что надо все-таки что-то предпринять И хоть не знал точно в чем, пошел на риск Я сделал вид, что рассердился на нее и сказал Так-то ты держишь слово И я заставил ее снова пообещать, что она выздоровеет Подчеркнул, что очень недоволен болезнью ребенка Объявил, что в этом виновата только она И спросил, что означает ее письмо Одним словом я понял, что она находится в ненормальном состоянии И сам тоже говорил ненормально А именно слишком сурово, хоть и не чувствовал к ней ничего, кроме глубокой жалости В результате наступило нечто вроде пробуждения, как у лунатика И прежде чем уйти, разумеется, предварительно переменив тон Я еще раз заставил ее пообещать, что она выздоровеет И при том поскорее Так вот, милый брат С этой минуты она перестала хандрить Начала быстро поправляться И вскоре я забрал ее с ребенком из больницы Малыш еще некоторое время хворал Вероятно, потому что в первые дни мать думала обо мне больше, чем о своем младенце Но теперь ребенок, понятное дело, здоров, как молодой кролик И в точности, как молодой кролик Поглядывает на мир ясными глазками Хотя вначале у него они совершенно слиплись Когда я, приехав за Христиной, ожидал ее в маленькой больничной приемной И она внезапно вошла туда с ребенком на руках У ней было что-то патетическое Напоминающее Ари Шеффера и Кареджи Повторяю Если я ошибаюсь, предполагаю, что в случае с твоей больной тоже имеет место смятение Или внутренняя борьба, конечно, ничем не оправданная Тем лучше Если признаки меланхолии не проходят Заставь больную снова пообещать, что она выздоровеет Ты безоговорочно дай ей понять, что ты настаиваешь на ее выздоровлении И что ты не можешь жить без нее Видишь ли, иногда скромность удерживает нас от таких слов Потому что они звучат эгоистически Но ты не смущайся этим Здесь дело идет и ее спасение А в таком случае подобные слова не могут быть проявлением эгоизма Ведь там, где двое людей питают друг другу такое сильное чувство Что не могут быть довольны и спокойны вдали друг от друга Об эгоизме больше нет и речи Потому что тогда этим двум людям не надо становиться одним целым Они уже стали им Только все это нужно выразить словами Потребность слышать, как ты изливаешь свою душу Может быть у больной настолько настоятельной И что от твоих слов будет зависеть ее выздоровление Субтитры сделал DimaTorzok